Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Ну что, пришло время рассказать, чем я пользовалась в эти осенние денечки, какими ароматами, какими ароматами продолжаю и буду продолжать пользоваться. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Давайте же с вами начнем, не будем затягивать. Первый такой аромат, которым я с удовольствием пользовалась, это у меня черная собачка Трусарди Лавиэ де Милана, а Хиннен Корнер О Фонтана де Вьячи. Я не устаю говорить о том, что, извините, пока вы шепчешите название, можно дьявола вызвать. Но это чертовски привлекательный аромат на тему смолистости, ореховости. С легкой какой-то сладостью меда, ванили, древесный спил, легкая минеральная свежесть. Аромат очень прекрасный. Этой свежести и легкости, казалось бы, такому плотному звучанию добавляют минеральные нотки. Прелесть прелестная. Сейчас осенью этот аромат как нельзя кстати. Следующий парфюм, который я доставала, это у меня, как вы видите, Маполт Хат. По-моему, так это все называется. Называется «Пурпурное сердце. Пятое сердечко». Я все названия и ссылочки на ароматы оставляю внизу в инфобоксе. Проходите, мониторьте. Оставляю свой промокодик на 10% скидочки в интернет-магазине «Рандеву», где вы можете точно так же заказывать, применять. А промокод «Экономить» действует промокод от 2,5 тысяч рублей. И суммируется со всеми акциями, скидками магазина. Также в магазине есть функция «Рассрочка», поэтому дорогие какие-то парфюмы можно заказать в «Рассрочку». И, естественно, на многие ароматы, пробнички. Никогда не рекомендую покупать ароматы вслепую. Можно купить на 1,5 мл пробнички, 8 мл. В общем, все для нашего удобства в магазине есть. И следующий аромат – это у меня «Пурпурное сердце». Конечно, сотка выглядит вообще, мама дорогая. Но вот «Тридцаточка» очень даже, скажем так, приятно. И в шкафчик ее удобно ставить. Это чернослив с какой-то такой терпкой, вишневой какой-то косточкой, даже с вишней, с легкой дымной ноткой, подкопченной ноткой. Теплые древесные аккорды в аромате. Есть отголоски чернил для ручки, по-моему, в «Пирамиде» они заявлены. Действительно, здесь их можно услыхать. Классный, приятный, атомный, густой аромат. Очень с удовольствием его носила. И, может быть, продолжу дальше его носить этой осенью. Следующий аромат – это у меня «Ля Мизон де ля Ванила». «Ванила Флёр де Таити». Прекраснейшая, милейшая, такая мягкая, теплая. Немножечко, можно сказать, даже прямолинейно такая гурманская ваниль. Можно сказать, даже немножко плосковато звучит, как многие подумают и скажут. Мне нравятся ванильные ароматы, поэтому для меня это классно. Он какой-то легкий, с каким-то кремовым оттеночком желтых цветов. Ну, просто окутывает, убаюкивает своим теплом. Просто приятнейшая, уютная композиция. Сейчас осенью тоже в самый-самый раз. Дальше я доставала и носила. Это у меня «Олимпия» от «Пака Рабан». Классическая версия. Ой, солоноватая, такая теплая, уютная, карамельная прелесть. Сдобрена сладкими цитрусами, лепестками терпкого такого чуть-чуть горьковатого жасмина. С небольшой ореховостью, с легкой такой сливочностью. Тоже прекраснейший аромат на осень, на зиму. Очень-очень классная композиция. Вот что-то вытирала, не особо-то вытерла флакончик. У меня уже этот аромат, посмотрите, как настоялся. Ну, просто-просто великолепие во флаконе. Солоноватая карамельная чудо. Я тоже с удовольствием этой осенью носила этот аромат. Следующий аромат, ну, это у меня «Лолита Олимпика» «Грин Лавер» «Зеленый любовник». Это великолепная композиция. Заявлен аромат как мужской. Я вам скажу, что, ну, да, мой муж тоже, ему нравятся сладкие ванильные ароматы. И это тоже аромат на тему сладкой ванили. Но также здесь присутствуют на старте такие бодренькие цитрусы с пряными травками, с перчиком, с мятой. А к базе этот аромат теплеет, появляется ваниль, древесные аккорды. То есть он очень так хорошо играет. Сначала он бодрит вот этими цитрусами, мятой. Потом он усаживается, теплеет, окутывает своей такой ванильной сладостью. Просто приятнейший аромат. Сейчас тоже ему очень-очень было в самый раз со мной. Следующий парфюм. Ну, это у меня «Амаферогама». Я посмотрите, сколько пила. Не так давно он у меня появился. Но я просто с этим ароматом в запое. Я так понимаю, что я еще долго от него не отойду. Это «Сальватора Феррагама», «Амаферрагама». Божечки. Ну, какая это вкусняшка. Это вот просто все, что я люблю. Все собрано в этом флаконе. Это и ваниль, это и цитрусы. Это сладкий кекс с какой-то алкогольной сладкой пропиткой. Легкая терпкость цветов, чайных ноточек. Это просто няшка. Это просто must-have, вы знаете, на прохладные дни. Я вот так вот смотрю, как бы мне не побежать, а просто-напросто его дублить. Посмотрите, сколько я сносила. Это просто-просто великолепнейший аромат. Буду петь этому аромату. Совершенно бюджетный бренд. Присмотритесь к этому парфюму. Следующий аромат, который я доставала, это Fendi Life Essence. Это «Моя любовь любовная с юности». Это, вы знаете, о древесным ароматом. Ароматом со специями. С древесным, свежим спилом. Знаете, он очень чем-то может быть схож. Скажем так, младший братик этого аромата – это «Лалакост фурфам». Но это больше дерзости, здесь больше напористости. Но потом он усаживается, становится более мягким, покладистым. Это «Моя любовь с юности». Как я рада, что он у меня появился. Это и впервые в мир, и на выход, и офисный вариант. И, ну, в общем, во все места. Куда хотим, туда можем. Аромат для меня унисекс, ну, вроде как считается он мужским. В юности пользовалась, не знала, что он мужской. А следующий у меня аромат – это у меня мухала. Я взяла такую вот маленькую пупсятину, 50 мл. Прелесть в руке, так приятно держать. Ой, ну это красота. Это такая няшка. Это, вы знаете, это какая-то розовая пастила. Это и тарелка с рахат-лукумом, это какие-то конфеты. Все это присыпано сахарной пудрой. Да, есть какие-то здесь немножко и ореховые нотки, и ванильные. В то же время какая-то легкая химозность, как будто рядышком со всем этим буйством сладости пластиковая кукла. Но это так мило, это так уютно в нем, так красиво. Это просто тоже мастхэв на голодные денечки. Летом это тоже очень хорошо аромат заходит. Но я вот сейчас с удовольствием носила его и буду продолжать носить. Следующий парфюм – это у меня Безанс от Раша. Красивейший такой обалденный флакон. Вот это золото с синим просто очень красиво. Прям великолепно смотрится. Это такая сладкая, яркая, сочная груша с ванилью, с древесными нотками. Здесь даже иногда, вы знаете, этот аромат мне с кожи слышится, как будто бы какая-то здесь вишня. Или может быть даже какая-то слива, вишня какая-то с косточкой. Хотя здесь этого ничего не заявлено, но мне иногда вот это вот все слышится. Аромат играет, аромат переливается. Конечно, в парфюме очень много амбра-деревяшек. Если кто-то не любит, то вам не сюда. Но в прохладные дни они мне не так сильно слышны, не так мне мешают. Но это все очень красиво, тоже сдобрено ванилью, сладостью. В общем, прекраснейший аромат. Тоже осень, зима. Ему вот просто-просто к лицу. Следующий аромат. Я доставала франк в бакле табака. Но это для меня осенний парфюм. Видите, крышка у меня. Не от этого аромата мне приходила тестерная версия. Мы вдвоем с мужем носим. Мне нравится от него обонять вот этот вот сладкий, чуть-чуть табачный. Такой какой-то сливовый шлейф. Ой, какой он красивый. Это и кока-кольность, это и специи, пряности, табачок. Теплый аромат, аромат сладкий. Чернослив, еще раз повторюсь. Таким с чуть-чуть сушеным табачком. Ваниль. Зонтики, гвоздики, специи. Просто красота. Просто сейчас вот осенью тоже, тоже великолепное звучание. Красота неимоверная. Просто рада, что он у меня появился и есть. Конечно, доставала свою любимую прелесть. Задик и Вальтер. This is here. Ну, это многие уже знают про этот аромат. Я ему уже тоже столько оды спела. Это кремовый. Это сливочный сандал. С ореховыми нотками, с ванильными нотками. Какой-то такой легкая загадочность, дымка. Как будто бы бобов тонко. Чуть-чуть горьковатого жасмина. И все это под шапкой взбитых сливок. Просто тоже великолепный. Он, вы знаете, и дерзкий, и темпераментный со старта. Но мягкий, какой-то пушистый к базе. Ну, просто я обожаю этот аромат. Это у меня просто какая-то сказка и песня во флаконе. Обожаю. Буду петь оду этому парфюму. Следующий парфюм. Это у меня маск Нуар Роуз от Нарцисса Родригес. Это тоже, я вам скажу, такая, вы знаете, слива. Или можно сказать, тут и слива, и роза. Можно сказать, это сливовая роза. Или варенье из слив. И все это в лепестках роз. С легким каким-то таким алкогольным, мне кажется, моментом. С легкой замшевой ноткой, с капелькой ванили. Очень, вы знаете, женственный. Очень такой элегантный. А кажется, он нежный, но он очень такой напористый. Как по мне, он очень громкий. Он слышимый, шлейфовый, комплиментарный. Тоже прекрасно осенью. Особенно с кожаными вещами. Я считаю, что это просто-просто великолепный аромат. И еще одну красоту доставала, которую обожаю. Это тонка кола от Мансера. Ой, ну это действительно кока-кола. Сладкая, какая вишневая. С корицей. Вы знаете, тут как будто бы, вот прям вот эта кока-кола с ее пузырьками. Как будто бы вот она щекочет нос. Просто такое вот ощущение, вот прям пузырьки кока-колы. Ой, поднимает настроение на все сто. Сладко, бодряще, позитивно. Супер, супер. Просто настрой позитива на целый день. Тонка кола от Мансера. Просто прелесть и великолепие. Доставала и носила недавно появившийся у меня Уса, ванила, априкот. Ох, как я довольна этим ароматом. Вы знаете, это совмещенные, мне кажется, даже три аромата от Монталь. Это, знаете, свит ванила, шоколадный жадина и ванила кейк. Это все вот в одном флакончике. Это и шоколадное печенье с апельсиновой какой-то газировкой. С ванилью, с белым шоколадом. Ну, просто такая вкусняшка. Тоже классно. И зимой, и осенью. Просто-просто ванила априкот от Уса Парфам. Просто обалденный аромат. Очень-очень мне понравился. Дальше я доставала Sweet Oriental Dream от Монталь. Господи, что я флакончики вытирала. У меня как будто бы я их и не вытирала. Ну, что поделать. Особенно зима, осень. С руками намазанными кремом берешь флаконы. Ой, дорогие мои, какая это густая, просто насыщенная миндальная пудра. С медом, с лепестками роз. Кстати говоря, я в телеграм-канале с вами писала, что Ифра, да, по какому называется Ифра, это ассоциация, которая много чего в парфюмерии разрешает или запрещает, запретила гелиотропин. То есть ароматы с гелиотропом, а под угрозой, скажем так, наши любимые миндальные парфюмы с пудрой миндальной, вишневые, с вишневой косточкой, просто-напросто под угрозой запрещают этот компонент. Ну, это просто беда. Запасаться надо миндальными пудровыми ароматами. И это один из представителей такого направления. Кому-то эта пудра миндальная покажется ретро, да, она действительно такая цианидная, горьковатая, просто на грани ретро-звучания. Но это так красиво, а стойко, а убойно, а шлифище. Это просто великолепно. Я, конечно, обожаю этот аромат от Монталь. С удовольствием носила, доставала и его. Доставала и носила вот эту прелесть от Лалик. Лалик Сатин. Знаете, я бы этот аромат назвала бы, наверное, аромат даже не Сатин, а Кашемир. Настолько он такой мягкий, такой уютный, пушистый. Просто вот как именно какой-то кашемировый платок или шар. Кремовый сандал с капелькой ванили, с оттенками белых кремовых цветов. Это просто такое великолепие. Пудрово-кремовый. Такой, как облачко. Нежный. Такой вот, вот как струящаяся нежная ткань. Вот такой вот действительно и Сатин от Лалик. Просто нежность, просто пушистость, просто прелесть. Пудровая во флаконе. Обожаю, обожаю я такое направление, дорогие мои. Кремовых, уходовых, пушистых, сливочных ароматов. И это один из таких немногих парфюмов. Следующий аромат, тоже я вам скажу, в направлении сливочности. Для меня я здесь слышу миндальную пудру, легкие ноточки кремовости. Иногда я слышу здесь то ли сливу, то ли вишню. Все это под шапкой нежных сливок. Присыпано крошкой орешков. Просто красота анимоверная. Труссар де Саунд оф Донна. Тоже великолепнейший аромат. Сейчас осенью. Такой тоже громкий, насыщенный пудровый парфюм со сладостью. Прелесть и великолепие. Еще одну сладкую вкусняшку я доставала. Это у меня Жан-Поль Готье. Аромат называется Ля Бель Ле Парфам. Там, по-моему, какая-то еще другая версия. Девчонки в Телеграм маленько спутали. Ну, просто у меня 30 или 50 миллилитров. Не помню. Там вообще флакон с таким орнаментом, с градиентом. У меня без градиентов. Посмотрите, какой он темный, какой он ванильный. Это действительно ваниль, ваниль, еще раз ваниль. Здесь мне чудится какой-то красный спелый виноград с нотками. Какой-то такой элегантной лаковой кожи. Или тонкой какой-то выделанной бархатистой замши. И просто много и много ванили. Просто красота, элегантность, супер сладость. Красота неимоверная. В нем очень-очень уютно. Обволакивающий, такой громкий, насыщенный. Красота во флаконе. Обожаю, люблю такое направление. Ну и, конечно же, мое недавнее приобретение. Rouge Smoking от BDK Parfums. Красивейшая вишня. Это просто самое интересное для меня прочтение этой вишни. Флакончик, жидкость во флаконе. Это красота немоверная. Здесь терпковатый такой густой ликер из вишни. С ореховыми, сливочными аккордами. Замша в легкой дымке, миндальные пудры. Все это так завораживает. Это тоже элегантно. Аромат унисекс. Вижу его и на мужчинах, но я буду носить 100%. Одна уютный, обволакивающий, тягучий красавец. Просто давняя моя хотелочка. Сбылась моя хотелка и мечта. Супер. Очень и очень рада этому приобретению. Так что, дорогие мои, вот такая красота у меня была в носке. Все это время. Что-то у меня вполне возможно перейдет на следующее время. Буду носить, пользоваться. Потому что некоторые ароматы я не могу просто от них отлипнуть и выйти из запоя. Я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал. Увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok